Адвентистская церковь И у нас снова в гостях Евгений Владимирович Зайцев, специалист по истории адвентистской церкви И мы продолжим нашу беседу В прошлый раз мы говорили о становлении организации адвентистской А сегодня поговорим о становлении миссионерского видения Без видения, без миссии, без цели организация существовать не может Это как бы ядро, это стержень организации И адвентистская церковь с Божьей помощью смогла это видение оформить И поэтому, благодаря этому, успешно распространит свое влияние по всему миру Здравствуйте, Евгений Владимирович Я смотрю, вы сегодня пришли не с пустыми руками У вас интересная книга Может быть, начнете с рассказа о ней Да, это книга, которая написана мною Называется она «Без прошлого нет будущего» И она посвящена истории доктринального и организационного становления нашей всемирной церкви То есть это даже узкоспециализированная книга Да История доктринального Доктринального и организационного становления нашей церкви А какие там у вас примерно, если в оглавлении посмотреть На что можно обратить внимание подразделы? Да, здесь следующие основные главы Предпосылки возникновения церкви адвентистов седьмого дня Движение Вильяма Миллера Значение для церкви История становления и развития организационной культуры церкви адвентистов седьмого дня История формирования миссиологического сознания церкви История становления и развития издательской деятельности церкви История становления и развития адвентистской системы здравоохранения «Становление и развитие системы образования церкви адвентистов седьмого дня». И последняя глава, очень большая история доктринального становления церкви адвентистов седьмого дня. То есть мы эту книгу можем рекомендовать нашим слушателям как основной источник информации, как учебник? Да, совершенно верно. Именно как учебник. Она и замысливалась как учебник. В конце каждой главы есть вопросы для контроля своих знаний. Есть очень обширная библиография в конце книги. И интересующиеся нашей церкви истории могут найти все эти источники и углубить свои знания. Эту книгу по-прежнему можно купить? Да, эта книга напечатана в издательстве «Источник жизни». Это уже второй тираж. Она продается в книжных центрах. В середине книги очень большой блок фотографий, которые публикуются впервые. В русскоязычных источниках. Я думаю, книга представит интерес для всех интересующихся нашей церковной истории. Спасибо. Сегодня тема наша – это формирование миссиологического основания адвентистской церкви. И как-то вот неужели когда-то было такое время, когда не было этого миссиологического видения, миссиологического основания? Да, было. Было такое время, когда не было. Наш известный церковный историк Джордж Найт, он в своей книге, посвященной как раз-таки вот этой теме, истории формирования миссиологического сознания, выделяет пять этапов формирования такого сознания. И самый первый этап он так и называет – антимиссионерский. Не просто не было видения, а антимиссионерский этап. Оно было, но со знаком минус. Да. Или период закрытой двери. Период закрытой двери. Что такое закрытая дверь, я сейчас объясню. Это вот первые пять-шесть лет после Великого разочарования, с 1844 по 50-й. Второй – период частично открытой двери, в кавычках, вот так это называют, до 1974 года. Почему 1874 год, я тоже сейчас объясню. Интересно, что уже организация к тому времени как-то оформилась. Да, 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 конечно. Третий – период миссионерской активности в христианских или протестантских странах, да, по 1890-й годы. Четвертый – период миссионерской активности по всему миру, с 1890 по 1960-е годы. И пятый – период целенаправленных глобальных миссионерских проектов, с 60-х годов XX века и по настоящее время. Вот очень удобное в плане осмысления того, что происходило с миссиологическим сознанием в нашей Церкви, такая вот периодизация. Ну, давайте мы, может быть, с основ таких начнем. А что такое вообще миссиологическое сознание? Зачем это сознание как бы нужно? Да, спасибо за вопрос. Действительно, зачем миссиологическое сознание? Зачем об этом говорить? Дело в том, что никакая организация, никакое движение, оно не может существовать, оно не может реализоваться, если оно не имеет, или она, организация, не имеет видения. Не понимает того, а зачем она вообще, зачем она нужна, в чем ее предназначение. Это и есть то, что мы называем миссией. Под миссией понимается наше предназначение. То, для чего мы здесь вообще на Земле. Если мы этого не понимаем, это значит, что мы и не нужны. А зачем мы вообще? Если мы не знаем, зачем. Христианство, оно изначально как миссия? Однозначно, конечно. Совершенно верно. Совершенно верно. У христианской Церкви есть миссия. Она выражена в словах великого поручения Иисуса Христа. Идите и проповедуйте по всему миру. У нашей Церкви тоже есть миссия сегодня. Она ярко сформулирована, выражена. Но у наших пионеров этого не было. Почему? С чем это было связано? Первые 5-6 лет вообще ни о какой миссии не шло и речи. И вот здесь сказывается влияние, опять же, миллеритской идеи закрытой двери. Что такое идея закрытой двери? Эта идея говорит о том, что в 1844 году двери благодати были закрыты. Это как в притче Иисуса Христа о десяти девах. Там тоже двери в какой-то момент закрылись, и всё, попасть на брачный пир уже было невозможно. Всё, что мы могли сделать, возвещая весть, мы сделали. Теперь, после 44 года, мы должны просто ждать, когда Христос придёт. Жених замедлил, Христос медлит, но он однозначно придёт. Мы просто должны ждать, молиться, поддерживать друг друга, ободрять друг друга, проповедовать бессмысленно, потому что дверь благодати закрыта. Очень напоминает историю апостола Павла, начала его проповеди. Евреи – стоп миссия. Никакой миссии не должно быть, мы просто ждём миссию, когда он придёт. Но никого нам не нужно обращать и приводить в это наше образование. Да, но вы знаете, этот период был необходим нашей церкви, знаете, для чего? Для доктринального оформления, для доктринального становления. Ведь мы уже раньше упоминали о том, что в миллеристское движение пришли представители самых разных протестантских конфессий, динаминаций. И между ними, вы знаете, помимо вот этой идеи скорого второго пришествия Иисуса Христа, мало было общего где-то. И вот эти противоречия, да, они обострились, обострились после великого разочарования. Не то, что противоречия, а вот их особенности, вероучительные особенности, они тоже оказались как бы на плаву. Они поняли, что они разные, они по-разному понимают тельные вещи, какие-то богословские вещи. Поэтому нужно было серьёзно подумать о доктринальном сплочённости. Что же объединяет. Да, о доктринальной сплочённости. И вот как раз-таки в период с 1948 по 1950 годы проходят так называемые субботние конференции в разных местах, которые объединяют представителей адвентистов, исповедующих субботу как День Господень. Потому что помимо них были и другие адвентисты. И вот вкратце скажу о том, что миллеровское движение раскололось на целый ряд направлений. И некоторые из них были намного крупнее, чем вот адвентисты седьмого дня. Вот. Они тоже себя называли адвентистами. Но речь идёт главным образом сейчас об адвентистах седьмого дня. Вот они участвовали в так называемых субботних конференциях. Почему субботние? Потому что на субботу съезжались и пытались решать какие-то доктринальные вопросы. Их было несколько, даже несколько десятков таких конференций в течение этих трёх лет. На некоторых из них дискуссии, доктринальные дискуссии были настолько острыми, настолько горячими, что Елена Вайт как-то вот пишет, что даже двух людей не было, которые бы сходились между собой во мнение. У каждого было своё мнение. И каждый настаивал на своей собственной правоте. Вот такой была ситуация. Это был какой-то вот хаос, что ли, доктринально-богословский хаос. Поначалу. О какой миссии можно говорить в этом случае? Поэтому вот этот период небольшой, закрытой двери, он где-то даже сослужил хорошую службу нашим предшественникам. Они смогли всё-таки доктринально как-то вот оформиться и достичь. Их всё внимание было сосредоточено на обретении единства какого-то. Да, да. И вот они договорились по восьми таким базовым положениям. Может быть, об этом мы скажем чуть позже, когда будем говорить о доктринальном становлении нашей церкви. Но они договорились, что мы верим вот так, 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 так и так. И, конечно же, это... Первое исповедание веры. Да, это было первое исповедание веры. В основе, конечно же, была Библия. И наши предшественники подчёркивали, что у нас нет никаких исповеданий веры, кроме Библии. А вот эти пункты – это вот то, вокруг чего они где-то договорились. Мы вместе будем вот так вот. Это напоминает реформацию, формирование Олгсбургского исповедания веры. И по меланктонам, да, когда вот нужно договориться было, чтобы выступить единым фронтом. Ну, как иначе, да. Конечно, конечно. Журнение миссии. И вот второй период – это уже по типологизации на это период частично открытой двери. Что значит частично открытой двери? Речь идёт о том, чтобы проповедовать вот эту весть, которая уже определилась, да, вот доктринально, проповедовать эту весть на территории Соединённых Штатов Америки. Только, только. Опять же, вот сказывается такое миллеровское сознание, что Соединённые Штаты Америки есть весь мир. Почему? Да потому, что нация так формировалась из иммигрантов со всех концов земного шара. И, значит, когда Миллер возвестил эту весть о скором втором пришествии Иисуса Христа по всей территории тогдашних Соединённых Штатов Америки, он заключил, что это исполнение слов Иисуса Христа о том, что эта весть будет проповедана по всему миру. Потому что США олицетворяют собой весь мир. Вот такая идеология была. И ещё у американцев такое есть, ну, как бы представление о том, что они сливки общества, они как бы избранные. Да, да, да. Это тоже, как бы, в те времена служило неким обоснованием того, почему они, собственно, уехали из Европы. Да, да. И что интересно, вот когда стали появляться голоса о том, что мы не должны ограничивать себя территорией только американского континента и проповедовать трехангельскую весть только здесь. Вот, наше поле, весь мир. Вот, эти голоса встретили противодействие. Нет, мы не должны распыляться, тратить силы, энергию. Да у нас и ресурсов-то таких нет по большому счёту. Может быть, ещё знаете, это связано с тем, что, приехав на американский континент, они местных жителей-то особо не встретили. Вернее, они там были, но они были полностью проигнорированы. И опыта миссионерства среди других народов, среди людей, говорящих на другом языке, обладающих другим менталитетом у протестантской Америки не было, в отличие от Южной Америки, где католическая происходила миссионерская деятельность, но уже на других основаниях. Да, да, да. И когда, вот скажем, в 1864 году один из очень посвящённых, ревностных членов нашей церкви, бывший католик Михаил Чеховский, вот, предложил руководителям нашей церкви, а мы уже отмечали, что церковь организационно оформилась в 1863 году, то есть уже буквально через год, он предлагает себя в качестве миссионера в Европе. Я готов, я хочу вернуться к себе на родину, проповедовать своим, там, о трёхангельской вести, о втором пришествии Иисуса Христа. Да, не было принято, не было поддержано, вот, и Михаил Чеховский вынужден был искать поддержку уже у других организаций и ехать миссионером за счёт другой церковной организации, хотя он был адвентистом седьмого дня. Вот такой была ситуация поначалу. Ну да, тут, как бы, организация нужна не только для того, чтобы видение совместно формулировать, но и поддерживать, в том числе и финансово распространение миссионерской работы. Конечно, конечно. У себя ничего не бывает, нужно билет покупать, нужно куда-то ехать. Вот как этот миссионер пишет о своём желании проповедовать трёхангельскую весть в Европе, «Как бы я хотел вернуться на свою родину, преодолев этот великий океан, чтобы рассказать всем своим соотечественникам о втором пришествии Христа и славном восстановлении Земли, о том, что им следует соблюдать заповеди Божии и иметь веру Иисуса». Вот эти слова из трёхангельской вести, они, как бы, и определяли и девиз, и миссию нашей Церкви. Заповеди Божии и вера Иисуса Христа. Тут нет конфликта, понимаете? Тут нет законничества в послушании Богу, в исполнении Божьих заповедей. Это, как бы, одно единое целое. Иметь веру в Иисусу Христа – это значит быть послушным Иисусу Христу. И, конечно же, опять важно подчеркнуть роль Вестницы Божией Елены Вайт. Она стала, как бы, давить, в прямом смысле этого слова, на руководителей тогдашней генеральной конференции, чтобы они серьёзно задумались над расширением своей миссии за пределы Соединённых Штатов Америки. И вот на одном из съездов в 1871 году она говорит следующие слова. Мы не можем терять ни минуты. Если мы были несерьёзны и невнимательны к этой работе, сейчас время искренне искупить свою вину, дабы кровь душ человеческих не оказалась на наших одеждах. Смотрите, как сильно пишет Елена Вайт в 1871 году. Но опять на этом съезде ничего не решилось. И в следующем году тоже. И в 73-м тоже. В 74-м году она пишет. В самом начале. Вы мыслите... Она обращается к руководителям церкви. Вы мыслите крайне узко относительно работы, которая должна совершаться сегодня. Вам нужно мыслить шире. Ваш дом – это весь мир. И вот 1874 год является переломным. Именно в этом году церковь отправляет в Европу своего первого официального миссионера Джона Эндрюса. 1874 год – переломный. И с этого момента начинается новый этап миссиологический. Можно, наверное, так сказать, что вопрос миссионерства, в принципе, был связан с вопросом выживаемости церкви. Потому что после распада миллерийского движения образовалось ряд направлений адвентийских. Много. Которые даже численно гораздо превосходили адвентистов седьмого дня. Да, да. Но в истории они исчезли. Исчезли, может быть, потому что у них не было миссии, у них не было видения, у них не было вести. И не было этой мотивации для того, чтобы сохранять организацию, сохранять тонус миссионерский. И, в конце концов, это привело к вымиранию. Может быть, мы, оглядываясь на их печальную историю, тоже должны помнить об этом. Конечно. О том, что миссионерское видение, миссия – это условия жизни, условия выживаемости. Конечно, однозначно, однозначно. Все вот эти церкви, динаминации, которые образовались как бы на сколках миллеровского движения, они практически все исчезли. Ну, на сегодняшний день где-то две остается, но численность этих динаминаций настолько незначительна, что говорить о какой-то их значимости в миссиологической совершенно невозможно. И в то же самое время церковь адвентистов седьмого дня, которая начиналась с такого малого, она была самой малочисленной, эта группка. Сегодня это крупнейшая международная церковь, которая проповедует практически во всех странах земного шара на более чем 700 языках народов мира. имеет развитую сеть самых разных учреждений, которые способствуют проповеди церкви, которые поддерживают ее миссию. Наверное, да. Вот как бы два таких, вот я вижу, фактора важных в становлении церкви – это организация и видение миссионерское. Вот они помогли сохранить церковь и развить ее к современному состоянию. Ну, что касается вот Эндрюса, да, если мы вернемся к первому нашему путешественнику, миссионеру, который приехал в Европу, с чего начал он свою деятельность в Европе? Как вот можно, вот вы приезжаете на пустое место, ну, образно говоря, ну, не пустое, а в том смысле, что нет никаких адвентистских церквей, нет последователей, с чего-то нужно начинать. Конечно, конечно. Да, вот Эндрюс… Причем, наверное, все-таки Европа не отличалась такой терпимостью к инакомыслию, как это было в Америке. Да, совершенно верно. Да, Эндрюс приехал с двумя детьми. Вот, у него перед этим умерла супруга. Пережил вот такую серьезную личную трагедию, но, тем не менее, он согласился поехать в Европу миссионером, он начал с того, что дал объявление в разных газетах, европейских газетах, о соблюдающих субботу. Есть ли такие в Европе… Но он предполагал, что, наверное, есть. Да, да, конечно, конечно. И люди откликнулись. И среди тех, кто откликнулся, были те, кто обратился, обратился в результате проповеди Михаила Чеховского, вот этого бывшего польского католика, который за 10 лет до него… Который сам поехал по своей инициативе. Да, по своей инициативе. Да. И, кстати, Эндрюс высоко оценивал служение своего предшественника, и он как бы отдавал должное ему. Вот он пожинал, как бы, плоды, да, но семя было посеяно именно Михаилом Чеховским. В этом плане он был очень скромным, очень скромным человеком. Вот. Ну и, конечно же, Эндрюс, он сделал великое, великое дело, хотя ему пришлось пережить еще одну трагедию – смерть дочери от туберкулеза молодой девушки, которая была бесценной помощницей для него, потому что она свободно владела французским языком. Вот. И она редактировала статьи для газеты, которые он основал в Европе. Да. А поселились они в Швейцарии, да? Да, в Швейцарии, да, в Швейцарии, в Базиле. Вот. Ну и вот этот небольшой промежуток времени, когда наша церковь организуется в Европе, в Старом Свете, Джордж Найт заканчивает 1890 годом. Вот. Он характеризует этот этап как проповедь трехангельской вести христианским странам. Вот. А Европа, она была христианской. А вот дальше, уже последнее десятилетие XIX века и последующие десятилетия XX века, церковь выходит на проповедь трехангельской вести уже вне христианских странах. Она отправляет миссионеров в Африку, в Азию, на острова. Это такой всплеск миссионерской активности. Последнее десятилетие нашей церкви, оно одновременно десятилетие кризиса богословского, о чем мы будем позже говорить. Но в то же самое время, вот, это всплеск миссионерской активности нашей церкви. До этого, если посмотреть на график появления вот этих зарубежных миссий, это плоская линия. Начиная с генеральной конференции, 63-го года, плоская линия. А вот последнее десятилетие кривая резко ползет вверх. Зарубежные миссии растут, как грибы после дождя. Вот такой интересный феномен. В церкви кризис богословский, связанный с Миняполисом. А церковь выживает благодаря тому, что направляет все свои силы, энергию на миссионерскую активность за пределами христианского мира. Да, то есть получается так, что доктринальное видение, оно идет до гонка у миссии. Да. В чем-то. Где-то бывает и так. В общем-то, так и есть. Спаситель говорит, сначала веруй, а потом будешь осмысливать свою веру. Точно так же и здесь. Ты сначала веруй, делай, а потом ты осмыслишь то, что ты делаешь. Но, наверное, миссия за пределами христианских стран, оно подразумевает нечто большее, чем, или даже другие акценты, чем просто вот интеллектуальную работу, интеллектуальную работу, когда мы рассказываем людям о Библии, о Христе, о его вскоровом пришествии. Конечно, конечно. То, что нужды в этих странах связаны со здоровьем, с образованием, с какими-то другими вещами. И мы знаем, что в истории церкви адвентистское – это новое видение или обновление этого миссионерского видения. Помимо проповедования доктрин отличительных, которые были свойственны для миссии в христианских странах, вот как бы было реализовано в сети образовательных и лечебных заведений медицинских. Ну, об этом мы поговорим подробнее в последующих наших передачах. А сейчас время наше подходит к концу. Я благодарю вас за интересную беседу. Мы сегодня беседовали с Евгением Владимировичем Зайцем, специалистом по истории адвентистской церкви, и говорили о становлении адвентистской миссии. Без миссии ни от будущего, без миссии не может развиваться никакая организация, в том числе и церковь. И Господь помог обрести миссионерское видение адвентистской церкви, благодаря чему она в течение всей своей истории успешно развивается. Мы благодарим вас за внимание. До свидания.